Итак, вопрос. Что такое зависимость? Вчера мы с вами говорили. Неконтроль. Неконтроль. Да, одним словом можно сказать, неконтроль. Когда мы сами не можем контролировать свое поведение. Вообще, у этого понятия очень много разных определений. Вообще, знаете, еще раз хотим сказать, что по-русски это слово «зависимость» такое очень двояко чтимое. Потому что, с одной стороны, скажем, если дети зависят от родителей, это же хорошая зависимость, маленький ребенок, да? Если мы зависим от воздуха, зависим от Бога, это хорошая зависимость. В английском языке намного все проще, там есть два понятия зависимости. Есть понятие «аддикция», которое говорит о плохой зависимости, деструктивной, которая разрушает. А есть «депендентс», это вот именно когда… Зависимость от чего-то нормального. Да, «депендентс» может быть, кстати, и нормальная. Вот поэтому, может быть, очень хорошо, что у нас сейчас входит такое понятие, как «аддикция» в обиход. Поэтому, может быть, иногда, может, она у нас будет срываться, вот, СУС, «аддикция». Чтобы вы понимали, аддикция – это вот как раз зависимость в негативном плане. То есть, сейчас вот медики и психологи, психотерапевты в основном пользуются этим понятием «аддикция». Нам нравится еще одно определение аддикции, которое дал врач Эрнест Росси. Он сказал так, что аддикция – это подмена реальных отношений и естественных сенсорных ощущений. То есть, у нас есть какие-то реальные отношения, которые мы строим вокруг себя. Например, с самим собой, с окружающими людьми, с Богом. И если эти отношения не строятся, тогда мы… Мы находим что-то, что заменяет эти естественные отношения. И тогда это аддикция. Естественные сенсорные ощущения. Что это такое? То есть, наши чувства, нормальные чувства, которые мы переживаем. Это может быть и страх, это может быть и беспокойство, это может быть любовь, радость, восхищение закатом, восходом. Но если человек вдруг не умеет радоваться, перестает ощущать естественные ощущения, он начинает их подменять чем-то, получать искусственно эти все ощущения. Вот вообще тоже хорошее, очень определение. И очень короткое, очень емкое. То есть, подмена реальных отношений и естественных сенсорных ощущений чем-то другим. Вот это аддикция. Тоже хорошее определение. Итак, нам нужно понять… Мы с вами говорили о том, что действительно аддикция это заболевание. И здесь таких вот есть две вести для нас. Одна плохая, одна хорошая. То, что это заболевание, значит, можно заболеть. Но с другой стороны, раз это заболевание, можно встать на путь выздоровления. Ну и так как это болезнь, значит, у этой болезни есть определенные свои симптомы. Какие симптомы у этой болезни? Во-первых, это заболевание… Это не симптомы, это характеристики. Ну да, характеристики. То есть, мы сейчас поговорим о характеристиках зависимости и аддикции как заболевания. Во-первых, это заболевание первичное. Что такое первичное? Чаще всего считается как? Если человек недалекий, человек греховный, то естественно, раз, что он начал пить. Он же не понимает, как надо правильно себя вести. То есть, раз эта личность деградирует, и деградированная вся полностью, поэтому пьет. Естественно. Раз этот подросток балбес, раз он не понимает, как себя надо правильно вести, он естественно стал наркоманом. Это естественно для него. Слышали, что так говорили? С таким-то поведением. Да, бывает. Вот это люди, которые не понимают, что это заболевание первичное. Все с точностью до наоборот. Человек начал пить, поэтому он деградирует. Человек начал колоться, поэтому он деградирует. Он стал игроманом, поэтому он… Поэтому у него все пошло кувырком. То есть, сначала заболевание, потом деградация. А мы как говорим, сначала деградация, а потом заболевание. Нет, нет, нет. Это неправильно. То есть, нам нужно с вами немножко мозги на место поставить, что это первичное заболевание. Вторая характеристика этого заболевания. Это заболевание хроническое. Что это означает? То есть, оно постоянно находится в процессе. То есть, либо человек еще больше заболевает этим заболеванием, либо встает на путь выздоровления, тогда это заболевание в нем уменьшается. То есть, понимаете, опять-таки, о чем Михаил сказал, двойной посыл. С одной стороны, хроническое, значит, оно так и будет в процессе, но с другой стороны, если мы встаем на путь выздоровления, выздоровление – это тоже процесс. Понимаете, так не бывает, что, скажем, человек уснул здоровым, а проснулся алкоголиком. Так не бывает. Не бывает так, что человек уснул здоровым, проснулся игроманом или порнозависимым. Не бывает. То есть, на протяжении какого-то времени это заболевание развивается. Все больше и больше развивалось, втягивало в этот процесс заболевания. Но то же самое и выздоровление – это тоже процесс. Нельзя так. Был наркоманом – раз. Кровь промыли, он утром проснулся, и совершенно здоровый человек. Так не бывает. Биологически, физиологически – да. Но, кроме физиологии… Но, опять же, это временное явление. Да, это временное. Кроме физиологии еще есть психика, есть психология, есть духовные аспекты у человека, которые невозможно отделить от личности. То есть, выздоровление – тоже процесс. И процесс выздоровления длится от полутора до двух лет, когда человек начинает, помните, определение зависимости, подмена реальных отношений, социальных ощущений. И человек опять начинает испытывать настоящую радость, настоящий восторг, строить настоящее правильное отношение только через полтора-два года. То есть, это тоже процесс. Поэтому мы сами порой попадаем вот в эту, понимаете, ловушку, когда мы верим в то, что покаялся, помолился и все прошло. И он сразу перестал прям вот быть зависимым. Это неправда. Неправда. Так не бывает. И если мы с вами, понимаете, для себя этот миф не отмечем, мы человека тоже в ложные какие-то заблуждения введем. И у него не будет шансов выздороветь, потому что он живет мифами. Итак, хроническое заболевание. Второе заболевание. В-третьих, характеристика заболевания – это заболевание прогрессирующее. То есть, а что это говорит? Вот этот процесс, он действительно идет либо в сторону ухудшения, либо в сторону улучшения состояния человека. Если к вам пришел человек и вы ему говорите, я вижу, у тебя наблюдается конкретная зависимость от алкоголя, например. Тебе нужно срочно принимать меры, чтобы вылечиться. И он говорит, знаешь, я тоже это чувствую, я понимаю. Это уже проблема для меня. Но сейчас я не могу, у меня там хорошая работа, вот контракт кончится, через год я к тебе приду и будем лечиться. И вы должны этому человеку понять. Во-первых, вы сами должны понимать. И ему дать понять, что через год он к вам придет уже на другой. Совсем другим человеком. В лучшем состоянии. И у него будет намного меньше сил и шансов справиться. Они останутся, но сил у него будет меньше. И наоборот, если человек встает на путь выздоровления, действительно потом уже пойдет прогресс в сторону выздоровления. То есть, если встал на путь, то идет прогресс в сторону выздоровления. Застой не бывает. Чтобы вот это как бы для вас тоже был момент. Следующее. Это заболевание рецидивирующее. Ну, что такое рецидив? Мы с вами записали. Это срыв. Это возвращение опять к употреблению. Того, что разрушает человека. Но здесь очень важно тоже заметить. Прямо здесь делайте пометочку и мы с вами будем обязательно об этом говорить. Вы знаете, тоже здесь с одной стороны плохая новость. Ну, что ж тогда лечиться, если срыв. Все равно срыв будет. Все равно срывы будут. Но, с другой стороны, вы знаете… Есть хорошая вещь, что срыв можно предупредить. Предотвратить. И мы с вами четко будем рассматривать путь профилактики срыва. Так не бывает, что утром человек проснулся, у него хорошее настроение. Светит солнышко. Жена рядом. Дети замечают. Но он всех любит. Вот, понимаете, помолился там, не знаю, посмотрел, может быть там хороший фильм вместе посмотрели, пообщались с женой. Потом он вышел на улицу, пошел напился. Так не бывает. Между вот этим вот состоянием мира и покоя и стаканом проходит, ну, минимум 10 дней. Максимум 6 недель. Мы с вами будем смотреть. Максимум может быть и больше. Но в среднем 6 недель. Да, в среднем 6 недель. Но минимум 10 дней. Не бывает так, что между миром и покоем и срывом одна минута или 10 минут. Нет такого. То есть есть какие-то события, какие-то состояния внутренние, которые вот произошли за это время от мира в душе до первой рюмки. Или там до любого другого срыва. И мы с вами это все-все будем просматривать, чтобы вы могли сами увидеть это в человеке, до него донести, чтобы он даже сам внутри этот срыв прогнозировал. Это очень важно. Знаете, когда человек прогнозирует внутри себя срыв, ему легче опять вернуться на путь выздоровления. И мы будем говорить о том, как контролировать вот этот срыв, приближение этого срыва для каждого человека. Как его угадывать и как из него выпрыгивать. То есть вот эти все вещи мы четко будем с вами обязательно проговорить. Это, ну, лечение уже. Мы приближаемся с вами уже конкретно к лечению. Ну, еще одна очень важная характеристика этого заболевания – то, что заболевание смертельное. Я думаю, ни для кого не секрет, что от алкоголизма, от наркомании люди умирают. Ну, это плохая новость. Но здесь есть и хорошая, так сказать, сторона этой монеты. Вы знаете, ну, это заболевание можно сравнить с сахарным диабетом. Ведь это тоже заболевание, которое не лечится и тоже вот с этими всеми характеристиками. От него тоже умирают. И сахарный диабет тоже такое заболевание, с которым люди живут, даже начинают, скажем, колоть инсулин. Это определенная зависимость от инсулина, но это зависимость в данном случае идет на выздоровление, на пути выздоровления. То есть, человеку нужно принимать определенные меры, методы, диету. То есть, соблюдая определенные меры, методы и поведение, можно получать радость от естественных ощущений. То есть, мы, например, знаем достаточное количество людей, которые живут с сахарным диабетом и живут полноценной жизнью долгие годы. Точно так же человек, который наркоман, алкоголик, он может, изменив свое поведение, принимая особые медикаменты, если это необходимо, может получать нормальную, полноценную жизнью жизнь. Счастливый и радостный. Конечно, он будет стоять на пути выздоровления. И, как таково, выздоровление вообще полностью может не произойти. Но процесс выздоровления его жизни… Но он стоит на пути выздоровления. Он стоит на этом пути. И он может долгие-долгие годы, ведя полноценную жизнь, получая максимуму радость, ничем не отличаясь от людей, которые никогда не употребляли наркомана, он может жить. Да, Александр? Скажите, вот у меня однажды спор возник такой с этим человеком, что, скажем так, с алкоголиком, вот, и он сказал, я больше не алкоголик. Вот как вы можете это комментировать? Может ли алкоголик быть больше не алкоголиком? Или он на всю жизнь остается алкоголиком? Или наркоманом? Может ли он сам-то диабетик перестать быть диабетиком? Нет, не может. Понимаете, дело в том, что этот спор, этот спор, который ведут между собой и медики, и наркологи. Есть много людей, которые стоят на разных... Можно ли получить полное выздоровление? Мы с вами будем говорить о том, вот, если вы посмотрите определение, которое мы дали, что такое выздоровление, выздоровление – это процесс. И, в общем-то, фактически мы с вами будем говорить о том, что мы все с вами сейчас находимся в процессе выздоровления. Скажите, есть ли люди вообще праведные на Земле полностью? И как только мы становимся... Абсолютно здоровые, и духовные, и душевные, и физические. Есть ли такие люди вообще? Нет. Мы все стоим на пути выздоровления. Так ведь? И выздоровление окончательно наступит? Когда? Мы все знаем, когда. И когда мы будем с вами говорить о шагах вот к этому срыву, то есть, какие человек шаги сознательно или несознательно предпринимает на пути вот к этому употреблению, ну, алкоголя, наркотика или разрушительного поведения, игромания, интернет-зависимость и так далее, мы с вами увидим, что все мы стоим вот на этих стадиях. Ну, не будем забегать вперед. Вы знаете, это еще нам предстоит увидеть. В свое время, когда мы об этом знаем, мы получили некий шок. Ну, мы рады, что мы этот шок получили. По крайней мере, знаете, произошло некое трезвление от многих иллюзий, в которых мы жили. И мы поняли, что это же замечательно, что у нас в любой момент есть шанс встать на путь выздоровления. Вот я себя конкретно считаю таким выздоравливающим фарисеем. Потому что у меня есть такая зависимость. Я вот решил для себя, что мне надо от этого освобождаться. И я сейчас выздоравливаю от этого. Это не значит, что я совсем выздоровлю. Но на пути, по крайней мере. По крайней мере, это для меня хорошая новость. Такой диагноз поставлю. По крайней мере, знаете, когда поставишь себе диагноз, уже проще с этим жить. Уже, по крайней мере, здесь вот такая с моей жизни, почему так? Просто надо либо прогрессировать это будет, фарисейство, либо стану на путь выздоровления. Ну, и у каждого из нас, думаю, каждый сам себе диагноз, в общем, будет возможность поставить. Итак, значит, с заболеванием понятно. Какой оно характеристики, в общем-то, да, вывелимое. Первичное, хроническое, прогрессирующее, рецидивирующее и смертельное. И смертельное. Да, вот эти пять характеристик. Но во всех этих характеристиках есть и отрицательные моменты, которые нас усугубляют в этом заболевании. Но есть и положительные, что можно встать на путь выздоровления, можно исправить, можно что-то предпринять для того, чтобы действительно уйти от этой зависимости. Дальше и дальше. Ну, теперь давайте мы с вами поговорим о мифах, которые возникают в связи с этим заболеванием. И первый миф – это такой миф о диагнозе. Вы знаете, у нас как-то вот принято… Человека, который выпил, который уже вот идет, качается или вообще лежит под забором. Говорят, фу, алкоголик. То есть любому пьяному вешают ярлык алкоголизма. Мы очень надеемся, что после этого курса вы сами не будете вешать ярлыки. И любому другому человеку, который про кого-то скажет, он алкоголик, задать конкретный вопрос. Скажи, пожалуйста, а ты что, видел его медицинскую карту? Потому что не все алкоголики пьют. И не все пьющие алкоголики. Это вы пьяните. Да. Вы знаете, как бы вот этот вопрос нам не казался, знаете, таким саркастичным, но не каждый пьющий человек – алкоголик. Потому что алкоголизм, как мы сказали, это заболевание. Не каждый человек, который сидит в интернете, интернет-зависимый. Не каждый человек, который ходит в игровые автоматы, становится игроманом. Не каждый человек, который ходит на работу, становится трудоголиком. И не каждый человек, который ходит по магазинам, заболевает шопингоманией. Понимаете? Если мы с вами до этого дойдем, что любому пьяному будем ставить диагноз алкоголизм, вы простите меня, тогда мы, во-первых, сами далеко не уедем, во-вторых, просто ну что тогда? Тогда и жить не стоит, правда? Тогда можно любого пенсионера назвать наркоманом. Они же таблицки глотают, да? Ну, то есть можно дойти до абсурда. Поэтому тут, конечно, надо быть очень-очень осторожным. Поэтому вот этот миф для себя просто конкретно определить. Это миф. Это миф, от которого нам нужно уходить, если мы хотим помочь человеку. Ну и второй миф, очень распространенный, это миф о генах. То есть это заболевание такое генетически… Генетический человек передает, если он был алкоголиком… Яблоко от яблони недалеко падает. Да, вот, кстати, яблоко от яблони. То есть если отец алкоголик, то, конечно, понятно, и сын будет алкоголиком, потому что… Вообще, что с них взять? Естественно, они все равно будущие алкоголики. Кстати, знаете, еще Аристотель был в плену этого мифа. У него даже есть, знаете, целый труд, в котором он практически доказывает, что алкоголики рождают алкоголиков. Понимаете? И он практически пытался это доказать какими-то своими выкладками и так далее. Но было привезено очень интересное исследование, чтобы опровергнуть этот миф, который действительно, так сказать, засел в глазах. То есть засел, да, в голове у людей. Понимаете, важно понимать, да, есть генетическая предрасположенность. То есть те нейрохимические реакции, которые происходят в головном мозге у зависимого человека, и неважно от чего зависимость, все эти реакции примерно одинаково протекают в голове у зависимого человека, они порождают вот эту же самую предрасположенность и у его ребенка. Но гена алкоголизма не существует. То есть некие нейрохиморальные вещества, которые вырабатываются в мозгу у зависимого человека, они могут передаваться ребенку. Но это совсем не факт, что ребенок, у которого произошла вот эта выработка этих веществ, ну, так сказать, по рождению, он обязательно станет алкоголиком. Не факт. И знаете, это было даже интересно, такое исследование приведено, что да, вот, скажем, дети алкоголиков, они примерно в 5-7 раз чаще начинают пить, чем, скажем, дети у трезвых родителей. Но с другой стороны, если, скажем, ребенка, который родился в семье алкоголиков, усыновляет семья трезвенников, то практически его, так сказать, приверженность от алкоголя никак не сказывается. Никак не сказывается. Он примерно приближается по своей возможности, что он начнет пить к детям трезвых родителей. То есть вот состояние воспитания, то есть воспитательные функции точно так же. Оказывает влияние на человека. Оказывает влияние на человека. Понимаете, да? То есть как бы вот эти вещи тоже нужно понимать. Да, существует предрасположенность, но к этому еще плюс воспитание, к этому еще личный выбор человека. То есть как бы вот только на одних генах играть нельзя. Приглашаем вас принять участие в глобальном проекте по распространению Евангелия и расширению библейского образования. От нас зависит, будет ли христианское образование доступным. Поддержите наш проект молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать, вы можете узнать на сайте 3wtvseminary.com Ну и существуют определенные стадии вот этого заболевания. И как же эти стадии развиваются? Первая стадия, которая возникает заболевание, вот именно вот эта вот зависимость аддикции, это социальная зависимость. Что здесь имеется в виду под словом социальная аддикция? Ну предположим, ребенку плохо в семье, его не понимают родители, мама не понимает, папа весь в работе только жестоко с ним обращается, только наказывает и требует. Возникает уличная компания, где он чувствует себя хорошо. Это не значит, что он тоже в первый день пришел и начал так же, как они там пить, курить, колодцы и так далее. Нет, но ему там хорошо, если его там приняли. Его там приняли, его там поняли, все его проблемы, с ним поговорили по-нормальному. И в его, кроме социальной зависимости, пришла последующая психологическая зависимость. То есть он стал зависеть от этой компании, потому что там ему хорошо, там его понимают, он там нашел личных психотерапевтов, так мы с вами скажем. То есть психическая или психологическая зависимость возникает? Вот, и только после того, как вот эти две зависимости возникли… Возникает третья зависимость, третья стадия. Физиологическая может возникнуть. Понимаете? То есть не наоборот. Многие, как говорят, начал колоться, поэтому к этой компании. Попал в компанию. Ничего подобного. Он сначала попал в компанию. Понимаете? Сначала идет эта вот социальная зависимость от чего-то, потом идет психологически, человек получает психологический комфорт и зависит от этого комфорта. Удритворение от разговора, от общения, потому что его здесь понимают, его приняли, с ним разговаривают как с равным, никто не пытается мчить, и потом возникает физиологическая зависимость. В общем, здесь важно вот что понимать. Прямо отдельный слайд, мы специально его выписали. Каждая следующая стадия не сменяет предыдущую, а добавляет к картине заболевания все новые и новые проявления. То есть к социальной зависимости прибавляется психологическая зависимость. Социальную никто не отменяет, он остается в этом окружении. Но к этому окружению добавляет теперь уже и зависимость его, вот именно психологическая зависимость. А потом к этим двум добавляется уже и биологическая. То есть вот эта биологическая зависимость от наркотиков. И понимаете, здесь что интересно? Ведь в любой момент, вот человек попал в социальную зависимость, его оттуда можно выдернуть, и не обязательно при этом промывать кровь или лечить им над медикаментозной, колоть какие-то транквилизаторы. Совсем не обязательно, поменял социальную одну зависимость на другую, и все, человек уже не попадает туда. На уровне психологической зависимости тоже можно остановиться и уже начать работать с душой человека. Научить родителей правильно строить отношения, чтобы он там получал удовлетворение от общения, от разных там ужинов, семейных концертов, посещений театров, встреч, гостей. Вот это называется первичной профилактикой. То есть вовремя, так сказать, человека вытащить из этого окружения и заведите его психологическую зависимость на нормальные, естественные ощущения и реальные отношения. Но иногда, кстати, эта профилактика называется вторичной. То есть считается, что первичной, когда все хорошо и нужно людям… Просто говорить о том, что если вы начнете, то это плохо будет. Вот. Говорят, что вот это уже вторичная профилактика. Если человек попал в компанию, его нужно оттуда выдернуть. Вот. А когда человек начал употреблять, это тоже следующий уровень профилактики. Третий, так сказать. То есть его нужно вытащить. И медикаментозную в том числе. И медикаментозную в том числе. Знаете, что самое интересное? Сейчас уже многие-многие приходят к такому пониманию, что порой достаточно, даже если человек употребляет, употребляет долгие годы. Вот. И в какой-то зависимости пребывает. Достаточно работать над социальным и психологическим уровнем и совсем не обязательно прибегать к медикаментозным средствам. Мы знаем очень много людей, которые переставали пить или колоться просто из-за того, что изменилось обстоятельство вокруг него. Ну, например, человек попадает в реабилитационный центр. Ведь там же, как правило, не берут никакие медикаментозные средства для выздоровления. Там идёт чисто на социальном и на психологическом. Или просто усилив воль человека. Говорит, всё, больше я не буду пить, например. Для меня это, я видел последствия, видел, как это разрушает мою семью, меня, моих детей. Я больше пить не буду. И он перестанет ходить в компанию друзей, которые пьют. Он начинает строить отношения с семьёй, как правило, такие люди идут к специалистам. Знаете, действительно меняется. А если ещё к этому прибавляется церковь, вера, духовный аспект, знаете, ну там можно вообще обойтись без медикаментозных каких-то применений. Ну, ты хочешь про кардинальное рассказать? Да, очень кардинальный был такой случай, один я прочитал его в газете «Аргументы и факты», описывается. Мой друг Костя, сменщик на заводе, был горьким пьяницей. Уж, коль уйдёт, запой, так на неделю, не меньше. И вот однажды в очередной такой загул приползает домой, что называется, на бровях. Жены дома не было, она работала вторую смену. Костя хоть до кровати добрался, но промахнулся и растянулся рядом на полу. Во сне ворочался и закатился под кровать. Поздно вечером домой вернулась усталая жена и сразу легла спать на ту же самую кровать. Глубокой ночью Костя просыпается темень, хоть глаз выколи. Пощупал не струганые доски над собой, не струганые доски по бокам и подчутился ему бедолаги, что в гробу. По ошибке его заживо захоронили. Наш Константин издал такой оглушительный и стошный вопль, что на кровати жена подскочила насперст перепуганная и тоже заорала благим матом. Ей, в свою очередь, показалось, что крик идёт из преисподней. И они оба так голосили, что разбудили всю округу. Народ сбежался к вопящему жилищу, у них был частный дом. Со всех сторон смотрят, светятся десятки фонариков, множество любопытных и спуганных глаз уставились в их окна. Картина такая. Выползший Костя со своей супружницей сидят на кровати после перенесшего кошмара, обхватив друг друга на этой злополучной кровати и медленно раскачиваясь из стороны в сторону, тихонько подвывают друг друга. Нет худа без добра, с тех пор Костя спиртной в рот не берёт. Говорит, что теперь уже до настоящего гроба. То есть, понимаете, что самое интересное, достаточно действительно порой вылечить первые два пункта и третий уходит. То есть, видите, физиологический потребность включается последний. И лечить её порой даже не надо, если первые две начинают срабатывать. Ещё раз говорю, а если подключаем и духовный аспект, этот же опыт изучается вообще многими-многими психиатрами и психологами. Вот. И действительно уже доказано, что это так. И очень важно понимать, что лечение зависимости, медикаментозная, психологическая коррекция или приобретение определённых социальных навыков и профилактики этого заболевания должны строиться на понимании биологической природы самой аддикции. Что же происходит у человека? То есть, о чём мы с вами говорили? Что же происходит у человека? То есть, о чём мы с вами говорили? Мы должны быть компетентны. Если мы будем говорить только на уровне воли, это мы знаем. На уровне духовности. Это мы с вами знаем. Но, понимаете, если мы к чему-то идём, к такому, знаете, серьёзному явлению, которое нас окружает, нужно быть компетентны максимально во всём. Конечно, полностью как врачи-медики мы туда кунуться не сможем, психиатры, да? Как наркологи. Но, хотя бы, знаете, азбуку биологии зависимости нужно знать каждому из нас, чтобы понимать, что происходит в мозгу у зависимого человека. Знаете, что самое интересное? Когда мы это узнали, сейчас вот порой наша консультация сводится к тому, мы просто показываем человеку фотографию его мозга. Достаточно. Он замотивирован ехать в рецентр. На изменения. Меняться. И рискнуть. И рискнуть. Знаете, вот главным человеком замотивировать, помните, что мы с вами говорили? Донести информацию, что он пропустил, и замотивировать. Так вот эта мотивация, знание биологии мозга помогла тем, что мы теперь знаем, как замотивировать. Намного окажется проще. Осей… Телефон Субтитры создавал DimaTorzok